Когда-то я говорил в своем шорте, посвященному анонсу Sonic Dream Team, что я не заинтересован в этой игре и она пройдет мимо меня. Как же я ошибался тогда. Парочка сливов от разработчиков игры, анимационное интро, которое выглядит невероятно красочно, побудили меня переступить своим принципам. Взять у друга на планшет, ой, извините, iPad и дождаться наступления 5 декабря. Всем привет, с тобой Андрей Мораз и самая лучшая мобильная игра по Сонику за все время. Месяц назад Sonic Team анонсировала новую игру под названием Sonic Dream Team. Она вышла пару дней назад, 5 декабря, и она превзошла все мои ожидания. Стоит уточнить, что эта игра вышла эксклюзивом только на Apple. То есть если у тебя нет айфончика, либо же айпэда, то иди гуляй. Играй в Dream Team на лагачем эмуляторе. И то вышла не как отдельная игра в App Store, а всего лишь по подписке за 200 рублей в Player Cut, где собрана куча таких простеньких игрушек. От этого и ожидаешь посредственно уровня дашек на телефонах, но это оказалось не так. Также она официально является каноном, как заявил издатель игры. Хотя что такое канон Соники? Кому ли не класть на него, выясняя каноничный лист Икс, происходящий в Соник Икс, и где все это время пропадала Крим? А? Раз эта игра является первой мобильной игрой, которая стала каноном, то тогда сюжетом можно и начать, хоть он и немного простоват. Эггман изобретает новое устройство, которое открывает портал в мир сновидений, с помощью которого можно делать все мечты реальностью. Но для того, чтобы устройство сработало правильно, нужен мощный источник для этого устройства. И также, чтобы заморскировать свои злые мысли от Хранителя Снов добрыми, пленять кранчиху Крим и подключать свое устройство через нее. Но его задумка не срабатывает. Хранитель обнаружит его вторжение и запирает его в измерении снов. Спустя некоторое время, Соник со своими друзьями находят лабораторию Эггмана и пленную Крим. Тей осознает, чем тот занимался Эггман и для чего ему нужна была Крим. Как вдруг волны артефакта снов заставляют их всех уснуть и попасть в этот мир. Соник, как по заветам фронтов, приходит в себя в неизвестном мире. И с ним вступает в контакт некий голос, который говорит ему, что его друзьям нужна помощь и появляется перед ним сам Хранитель Снов. Эрием. Она получает ему собрать все сферы сновидений и отдать ей, чтобы она смогла справиться с кошмарами, созданными Эггманом, освободить друзей Соника, добраться до ядра, мощнейшего источника сновидений, найти и прогнать самого Эггмана. На поиске этих предметов и концентрируется весь геймплей игры. После освобождения всех друзей, на Эри нападает охотник на Хранителя Эггмана, отчего она теряет все силы и превращается в сферу, как из анимационного интро игры. Наша цель донести ее до ядра в целостности, чтобы она полностью восстановила силы и прогнала Эггмана прочь. Проходя вглубь сновидений, все вокруг становится кошмарней и Эггманей. Мы доходим вплоть до очередного Эггман-сити, где нас поджидает сам Эггман. Кошмарный Эггман. Одолев его, мы доносим Хранителя к ядру, отчего она восстанавливается и приводит все в порядок, прогоняя Эггмана. Эри благодарит друзей Соника за помощь и отправляет их назад, в свой мир. Хэппи-энд! Но Крым все еще тоскует о том, что Хранитель снова в одиночестве заперта в своем мире, и с ней больше она никогда не сможет постречаться. Печально. Если ты не дождешься окончания титров, где Телс найдет способ, как с ней можно связаться и позволить первым вспотать его изобретение Крым. Вот теперь действительно, счастливый конец. Несмотря на то, что сюжет довольно прост, он получился хорошим. Ведь не стоит забывать, что это эксклюзив по контракту, где большая часть прибыли игры будет получена по факту создания игры, а не от ее качества. Сюжетов противоречий нет, история окончена, и уже за это можно поблагодарить себе Гуи Яна Флина. Сюжет сюжетом, но перейдем к самому главному в играх, геймплею и графике. И она выглядит красочно и привлекательно. Изначально я думал, что графом будет уровня Нинтендо, мальцую низкий фпс, но это оказалось не так. Конечно, не уровень ПК, либо же плойки. Отсутствие теней, низкопоигональные объекты, особенно это заметно во время приближения к объекту. Но все же выше в прочих мобильных проектов. Я бы смело заявил бы, что выглядит довольно стильно. Диалоги выполнены в виде комиксных ячеек. Но когда наступает очередь кассены, то боже мой, почему раньше такого нельзя было делать? Даже если посмотреть без звука, то эмоции читаются быстро и понятно. Сейчас, что их мало в игре. Хоть, может это и хорошо. Больше времени дается на создание конкретной кассены, отчего качество работы будет выше. Лучший кассен выглядит только опенинг игры. Первая мысль, которая появилась во время просмотра, А так можно было вообще делать? Она настолько великолепна, насколько ужасна Суперстарс, и я считаю ее одной из самых лучших опенингов во всей франшизе. Восьмирукий Эггман пытается отобрать сферу Хранителя, насылает батников по динамичную анимацию и музыку. Ну, тут точно лучше самому посмотреть, чем пытаться объяснить, почему она хороша. Всего в игре 4 акта. С 5 уровнями в каждом, завершающийся боссом. После прохождения всего акта и открытия следующего, добавляются дополнительные 2 уровня, которые проходят за конкретных персонажей. В первом акте, в сбаламученных берегах, мы играем на пляже, где все сделано из мягких батутов. Второй акт, фабрика снов, уже захваченные Эггмана, где можно часто повстречать его Эггботов. Много объектов, которые наносят урон игроку, и появляется куча платформ, усложняя геймплей. В третьем акте, в ночном лабиринте, появляется куча мисс с шипами и двигающимися объектами, которые на скорости вряд ли получится пройти. А также добавляются новые способы передвижения по карте, как падающая вода, либо же трубы с воздухом. Последний акт, Эго, Сити. Ну, ты понял, Эго и Эггман. Игра слов. Это последний акт игры, который занял половину всего прохождения. Карты стали огромными. Платформы под героем обрушиваются, и очень легко упасть и проиграть. Но проигрывать в этой игре не страшно. В ней расположено много мест с автосейвами, где игрок после падения моментально респаунится со всеми собранными ресурсами. Сложность увеличится постепенно. Подстать прогрессу игры. Но это не все. Карты созданы не по типу Dash из мобильных игр, типа беги и все. А они различаются друг от друга, подразделяясь на несколько видов. Это приключенческий, скоростной и поисковый. Ну, по крайней мере я их так выделяю. Приключенческий режим. Режим, в котором по карте разбросаны редстары, сферы сновидений, необходимые для дальнейшего прохождения сюжета и открытия карт. Следующий режим это скоростной, где за отведенное время необходимо пробежать карту. Звучит сложно, но это не так. Сама карта построена так, чтобы игрок на скорости понимал, куда ему необходимо двигаться и не сбивался бы с пути. Поисковый. Это режим, в котором запрятана одна сфера, которую отыскать следует не очень просто. По ее нахождении уровень заканчивается. Помимо этих объектов, по карте разбросаны колечки, синие монетки, необходимые для получения сфер, а также молнии, которые заполняют шкалу буста. Если энергия буста закончилась, и этих молний поблизости нет, то шкала автоматически будет восполняться. Это одна из немногих игр, где изумруды хаоса нет. А значит и суперформ персонажей нет. Но это и не минус. Приятно же все-таки побеждать главного босса без суперформы, объединив силу друзей вместе. Изначально для прохождения уровня дают приключенческий режим, чтобы игрок мог разобраться с новой картой, изучить ее во время поиска предмета, чтобы в скоростном режиме спокойно пробежать по уже известной местности, не врезаясь лишний раз от препятствия. Поисковый доступен на дополнительных уровнях, которые проходят за определенных героев, на небольшой карте, где потребуется частое использование их уникальных скиллов. Многие способности Соника, как буст, хоминг, были перенесены в эту игру, но они доступны всем играбельным персонажам, но при этом каждым героям дали по уникальному скиллу. Соник и Эми могут притягиваться по ряду колец, то есть имеют Лайт Дэш. Теос и Крим могут летать. Крайне недолго, но этого вполне хватает. Не во фронтеже играем. Наклс и Руш могут левитировать и карабкаться по специальным стенкам. По факту в игре всего три уникальных персонажа со своими скиллами, делящиеся по половому признаку. Соник Сэми, Теос Крим, ну ты понял. Персонажи будут открываться по мере прохождения игры. После окончания каждого акта нас будет поджидать босс, основанный на каждом герое, за которым мы играли в этом акте. Ну, почти. Заканчивая первый акт за Соника и Эми, мы сражаемся на побережье с гигантским крабом с усами, отсылающим нас на Гринхилл, но это чисто мое ощущение. За Тейлза и Крим на фабрике, 100% отсылающим на Кемикл Плэнт, но третий босс, если же нет, смог связать с Наклсом, либо же Руш, играя в Ночном Лабиринте. А сражаемся с оригинальным боссом игры. Если в этом я не прав, подскажи мне в комментариях. Главным боссом игры выступает кошмарный Эггман. И по факту, мы с ним не сражаемся. У нас даже нет суперформы, а главная цель это ядро. Дизайн этого Эггмана действительно впечатляет. Он выглядит жутким, множит свои руки, чтобы отобрать сферу с хранителем. Уклоняться не составляет особого труда, радует то, что управляясь всеми персонажами, по очереди мы будем добираться до ядра. Чем-то напоминаю мне вайбы 14 года и сюжетных ограблений GTA V с такой же функцией. А что самое интересное, начинаем забег на обычных платформах, но вскоре добираемся, крапкаюсь по самому Эггману. Весьма необычно, но и это не конец. Добравшись до предистала, Эггман его отбирает, и начинается вторая стадия босса, где за Соника под закладную тему игры, бежим навстречу Эггману, в точности как в самом интро игры. Если финальный босс Суперстар с международной сложностью, то это динамика и непривычная битва в этой франшизе. Действительно, команда, а не просто Соник. Может показаться, что плюсы игры закончились, но поспешу обрадовать, что нет. У каждого акта есть несколько музыкальных тем, которые сменяются в зависимости от режима уровня. Такс Баламучный Берега имеет человую и размеренную музыку, немного ускоренную на скоростных актах. А в Эггасити имеет нотку Урбана, подстегивающую бежать как можно быстрее. Надеюсь, к моменту монтажа в сети уже появится фулл плейлист музыка, и я смогу поделиться своей любимой. Сэггасити актом первым. Если кто не согласен со мной, напиши мне свой любимый трек в комментах. Хоть саунд дизайну я бы поставил 9 баллов из 10. Играя в неё, мне иногда не хватало парочки звуковых эффектов. К примеру, звукополёта Тейлза. Это очень мелкий недочёт, но об этом необходимо было сказать. Так что, настолько ли хороша игра, как я её описал в обзоре? Конечно же да! Естественно, не уровень Суперстарс, либо же Франтирс, платформа всё же не та. Но как мобильная игра, конкурентов в этой франшизе просто нет. Если у тебя айфон, либо же айпад, и у тебя вдруг неожиданно есть плеер-кад, то я настоятельно рекомендую в неё сыграть. Но я могу ошибаться, но вроде ещё и на маке в неё можно официально сыграть. Если ты пират с эмулятором, то я не прощу тебе игнорирование этого мини-шедеврика. Редко такое случается, чтобы игра мне понравилась по всем пунктам. И чтобы сказать о минусах игры, стоило их пристально выискивать. Хотя парочка звуков сами напрашивали встать в конкретные места. Заслуженные 9,5 из 10 в своём жанре. Потому что в интернете неприлично давать максимальную оценку, и ждут продолжения тенденции выпуска отличных игр по Сонику, ведь этот год оказался самым лучшим для этой франшизы. Ведь благодаря чему мы все и собрались именно на этом канале. А с тобой был Андрей Марас, и самая лучшая мобильная игра по Сонику за всё время.